Ну что ж, дорогие друзья, рады приветствовать вас. Очень рады видеть вас на этом зале. И сегодняшняя встреча является продолжением цикла концертов «Искусство овечных». Сегодня мы приготовили для вас специальную программу под общим названием «Тайны душевного мира в музыкальных и художественных образах». Скажите, есть ли такой человек, которому не хотелось бы иметь душевный мир? Есть ли такой человек, который бы не хотел испытывать чувство внутренней радости? И сегодня мы расскажем вам об источнике этой радости, и вы узнаете, где находится основание этому глубокому, настоящему, вдохновляющему душевному миру. Также сегодня вы услышите произведение в исполнении хора «Северное сельяние», руководителем которого является Наталья Курлова-Глаза. И мы приглашаем хор на сцену. Хор «Северное сельяние» ведет активную концертную деятельность. С музыкальными произведениями он выступает на сцене «Санкт-Петербурга» и «Еброга». В программу нашего концерта мы включили несколько сольных, авторских и фортурлянных произведений. Конечно же, сегодня вы сможете попречу познакомить с произведениями художественных творческих. И в этом нам поможет руководитель и искусственная субстанцией, Виталия Сергея Алексея Ивановича. А сейчас мы приглашаем вас послушать салон номер 148, положенный на музыку Ивана Мачаева. Исполняет «От «Северное сияние»» руководитель хора Наталья Горбинова-Вейсова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Здоровье, силы, возможности, творческий потенциал. И, конечно же, тот душевный мир, то внутреннее счастье, которого все так и ищут. Джон Раттер, Господь благословит тебя. 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 Дорогие друзья, сейчас я хотел бы, чтобы вы обратили ваше внимание на эту картину. Она была написана в 1890 году английским живописницам Брайденом Ривьер. И то, что мы видим на этом холсте, представляет весьма необычное явление. Мы видим, как свирепые львы напряженно ходят со стороны в сторону. Их взгляды не стремлены на таинственную вечность, на которую откуда-то сверху падает мягкий свет. И вот, как будто невидимая лука поставила незримую деграду между этими сильными животными и этим человеком. Сам его вид представляет собой весьма светлое, умиротворенное выражение. Он обращен к львам спиною, и кажется, что перед ним расходились небеса. И он взирает на того, кто избавил его от пасти любовь. Божественное вмешательство здесь совершенно очевидно. И поэтому эта картина производит на нас такое сильное эмоциональное впечатление. Вы, наверное, уже догадались, что этот человек, который здесь изображен, это Божий пророк Даниил. Конечно, так получилось, что Божий пророк оказался в этой темнице посреди голодных хищников. Дело в том, что персидские ведьможи из зависти к Даниилу разработали план перезбавиться от Божьего пророка. Они даже пошли на то, чтобы обмануть самого царя, который выражал явное благорасположение к Даниилу. И в результате этого плана Даниил не оказался в этом львином рве. Однако что-то пошло не так. Не так, как планировали эти персидские ведьможи. Ведь сам Бог Небесный вмешался в их планы и разрушил их, заступившись за своего пророка. Удивительно, но между Богом и Даниилом в их отношениях были не только чудесные избавления от верной смерти. Бог относился к Даниилу как к своему другу, с которым все вышки делятся своими планами. И которому Он однажды открыл всю будущую историю нашей Земли. Однажды в сновидении Даниилу был показан огромный истукан. И в образе этого истукана ему была показана вся мировая история. История всех мировых цивилизаций, всех мировых империй, которые следовали друг за другом вплоть до наших дней. Сам же надеял и объясняет значение этого истукана. Голова истукана была вся из золота и означала она империю Агилона. Как раз в то самое время, когда лежит в пророк. Грудь и руки истукана были не серебра. И означают они империю Медоберсии. Империю, которая пришла на смену в Прогоносской империи. Живот и бедра истукана были из меди. И означают они греческую империю, о которой мы читаем, как Александр Македонский пришел и в очень короткий срок завоевал большую часть нашего древнего мира. Затем Даниил видит железные нони истукана. И означают они империю Рима. И в конце Даниил видит стопы этого истукана, которые были частью из железа, а частью из глины. Таким образом, Даниилу было показано, что также и Римская империя, она тоже придет и будет разделена на части, которые в итоге становятся нашими европейскими государствами. Удивительно, ведь Даниил умер задолго до того, как произошли все эти события. Однако из истории мы узнаем, что его пророчества исполнились с удивительной точностью. Вся эта информация записана на страницах Библии и является настолько верным свидетельством о том, что Библия реставрена, что следует только удивляться, почему школьные учебники замолчиваются в лечебных фактах. И огромное количество людей пребывает в совершенном неведении о том, что та история, которую мы читаем в школьных учебниках, она была показана Даниилу за много веков до ее исполнения. Но самое интересное – это то, что произошло дальше. Вот Даниил видит этого огромного истукана. В ногах его он видит нашу европу. И тут вдруг он видит, как камень оторвался от горы, без содействия рук человеческих, ударил в этого истукана железные и глиняные ноги его и разбил их. И тут вдруг все вместе сокрушилось. Железо, глина, медь, серебро и золото – все сделалось, как пыль, и ветер у него остался, так что и следа не осталось. А камень, ударивший из стукана, сделался великою горою и наполнил всю землю. Сам Даниил объясняет значение этого камня. Когда он видит время наших европейских государств, он говорит, «И в одних государствах Бог Небесный воздвинет царство, которое вовеки не разрушится, и которое не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Очень интересно, правда? Очень интересно. Но давайте на мгновение перейдем снова в этот явиный рог. Итак, на следующий день, после того, как Даниил был брошен на трог, рано по отдыху приходит к нему царь Тарь. И жалобным голосом зовет его, «Даниил, рам Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от рыбов?» Тогда Даниил отвечал ему, «Царь, во веки жили. Бог мой послал ангела своего, который завернил пастель вам, потому что я оказался чист перед ним. Да и перед тобой, царь, я не сделал никакого преступления». Тогда Даниил весьма возрадовался о Данииле и повелел не поднять его из рва. Даниил был поднят, и на нем не оказалось никакого повреждения. Тогда царь Дарий пишет письма всем народам, которые жили в его царстве. Пишет письма следующего характера. «Мир вам доумножится. Мною дается повеление, чтобы во всех властях моего царства трепетали и благогумели перед Богом Даниилом, ибо он был живой и вечно сущий, и царство его несокрушимо и бесконечно». Ощутив вкус чуда, царь почувствовал желание к другой жизни, к другому счастью. Что наполнило его сердце такой радостью? Конечно же, это осознание реальности и красоты Божьего Царства. Он почувствовал вкус жизни, которая не имеет конца. Он почувствовал, что там, на небесах, есть удивительная личность, которая может таким удивительным образом вступаться за своего пророка. Такое отношение Бога к человеку настолько восхищает Дария, что он и сам начинает испытывать удивительный мир и покой в своем сердце. Скажите, а Вам хотелось бы ощутить такой небесный покой внутри себя? Тогда откройте Библию, и небеса откроются для Вас. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. И они забыли, что среди них был Христос, который также пошел вместе с ними в это лодку. И вот они озираются, смотрят, где же он, и они замечают, что там, где-то на камне, Христос лежит и мирно спит. Понимая свою беспомощность, они бросаются к Нему, чтобы попросить Его помощи. Христос встает и, обращаясь к Петру, говорит, умолкни, перестань. Ветер утих, и наступила торжественная тишина. Маша, как ты думаешь, почему Христос был так спокоен? Я думаю, что богослужный исход был под Его контролем. Но в этом фоне он хотел преподнести особый урок. В любой сложной ситуации нужно просто обратиться к Нему. И тогда тот, кто может поменевать ветром и бурей, даст богослужный исход и наполнит наше сердце небесным поколем. «Спать среди бури» – авторская песня Екатерины Лихачевы исполняет Елена Жолковская. Попробуем. Первый год. Попробуем. Попробуем. Редактор субтитров А.Семкин На пути я спал среди ноги, Когда ветер налышит на тень, Когда мечет совсем бесконечно В спуге ночи на дверь спать мою. Когда мечет совсем бесконечно В спуге ночи на дверь спать мою. На пути я спал среди ноги, Когда ветер налышит на дверь спать мою. Подожди, если он в грабе паруса. Помогли разглядеть, Перецами и света Среди тучи, как небеса. Помогли разглядеть, Перецами и света Среди тучи, как небеса. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 для нас самые лучшие качества. И красота поэтому для Бога, она всегда существовала для того, чтобы проявить истину, чтобы истину сделать видимым для человека. Зачастую не всегда любезные понятия были доступны людям. Книга, как таковая, она по штайпинскому человеку довольно поздно, и сами религиозные представления, христианское и эреское мировоззрение, оно прежде всего формировано через культуру. Войдите в православную церковь, и вы увидите множество икон, и множество святых. Это были своеобразные духовные примеры для людей, на которых мы учились, христианство. Но наступило время, когда человеку открылась истина в полной мере через бельгинскую истину, через саму Библию. А вот еще в 19 столетии это было не совсем доступно, это не совсем понятно, многие были еще не совсем равны. И вот даже во Франции многие художники, они стремились затронуть библейскую тему. Почему? Потому что католическая церковь, она ограничила, в принципе, всякое вмешательство библейских понятий, это был искусственный процесс. Потому что главным считалось последником этого человека и Богом – это именно церковь, а не слово Божие. И многие художники не могли это сказать в открытую, но они могли это показать. И вот французский художник Жюль Менье, он написал картину в таком романтическом духе. Это период романтизма во Франции, после Французской революции, которая выступила. В то время люди как-то пытались осмыслить свою жизненную ситуацию, а понять ее реально не могли. И в церкви были давлены духовные слова, и в период французской революции церковь была фактически разгромлена. И вот только культура могла людям открывать глаза на то, что происходит в реальном мире. Вот мы с вами видим картину Жюль Менье «Христос в лодке с учениками во время Будды». Ученики находятся в таком крайнем жизненном состоянии. Они вот-вот погибнут. Они обращаются к Христу. А Бог их не слышит. Бог спит. Зачастую такая ситуация у нас с вами бывает. И вот художник решил ответить на этот вопрос этой картине. Почему мы с вами очень часто обращаемся к Господу, к болезням, стоим на колене, со слезами. А Бог не слушает нас. Бог спит. И вот в этой картине романтика, я могу показать какие-то крайние жительные ситуации в жизни людей. Чтобы найти крайнюю жительную ситуацию, проявить какие-то смыслы. И вот здесь мы с вами обращаемся к французской истории. Романтизм – это духовно-политическое явление во Франции. Это как раз то состояние людей, которые люди испытывали после наполеоновских боев, после разгробок французской революции. Когда люди разочаровались во французской революции. Люди не могли понять, как самое разумное государство в мире, государство, на которое равнялось для абсолютно всего человечества, считало образцом для подражания, где больше всего было писателем, философом, музыкантом. И вдруг оно совершает страшные убийства. Сначала в отношении к своему народу, а потом развязывая так называемую наполеоновскую волну. И вот когда наполеоновская армия была разбита, тогда французы немножечко очнулись. А что же с нами произошло? Мы, люди, которые стремились к свободе, к радству, к счастью, а получили боевую фактическую тактику. И только потом, уже на духовном уровне, люди осознали, что стремление к равенству, оно уничтожает свободу. Поэтому эти вещи несовместимы. Поэтому французская революция, она не состоялась как таковая. В доме вещи невозможно было понять разумом. Но художники старались людям дать это почувствовать на своих произведениях. И вот у французского романтика мы здесь видим вот эту правильную жительную ситуацию. Когда люди обращаются к Богу, а Бог их не слышит. Ну, такое же состояние переживала, как это и Россия. Почему? Такое происходит с нами. Потому что Дух Святой никогда не вызывается несормальным служением. Если мы будем только молиться. Понимаете, Бог помогает не просто молящимся, а ищущим людям. Поэтому, зачастую, молитва наша не доходит до Господа. Почему здесь эта картина? Художник этот момент изобрел. Это считался в исторической точки зрения прощурственным. Потому что всякое проявление страха, которое охватывает человека, является следствием того, что мы мало общаемся с Богом. От следствий нашего недоверия Господу. Поэтому вот в этой картине художник это зафиксировал. И вот эта картина стала очень популярна в России, потому что она в половине XIX века. С того момента, когда Россия тоже переживала подобную ситуацию. Тоже после Крымской кампании. Потому что после войны для Наполеона Россия, особенно когда первые все очень гордились войной, то той победой, которая одержана была, были постоянные разговоры о непобедимости русской армии, которая закончилась ее полным разлом во многом Крымской кампании. И вот когда это произошло, тогда и царь русский Николай I увидел. Он считал, что Россия – это великое держание, что она непобедима. А война как раз отложила. Особенности нашей жизни в нее осталось. Прежде всего осталось, выражалось в человеческих отношениях. Поэтому разговор был неизбежен. И царь настолько переживал, потому что он утратил практически руководство над страной. И он сам Николай I очень часто говорил, вот когда я стал царем, я перестал отличать правду от лжи. И вот однажды он проснулся и подошел к окну с его кабинета. Это в Александрии, в его дворце коттеджи. Многие из вас, может, побывали. Недалеко отсюда как раз находится. Он увидел под окном, что манил английскую эскадру. Так страшно переживал. Он убежал из дворца. И он убежал, и больше туда не возвращался. И жил тем не в дворце. И в надежде это оказалась русская эскадра, но он принял ее за английскую. Открывался, чтобы рожды, а потом героя дадут орнокư — КонактериORE. Все было и предотвращивание. Вот... ...Н reflects... Это... ... ads. ... Как spraweration однажды спрашивали, "'вelf' И тогда так не увидел результаты своего правления. С самого начала он уже запретил чтение Библии. Именно Библию обвинял в том, что она виновата, так как она поменяла сознание людей в декабре и сегодня восстание. И все экземпляры Библии, которые были напечатаны уже в предыдущем старствовании, они были уничтожены. А теперь он понял, что происходит с людьми. Что если человек, людей держать постоянно в стране, то они сломаются как личности. И государство не станет развиваться. И в то время, действительно, Церковь была частью самодержавной системы, частью общеполитической системы, которая способствовала тоже заговорению зачастую человека. и ситуация была такова, что в России людей крестили, но не учили. Так само. И зачастую Бога, так как его не понимали, заставляли бояться. А Бога надо было не бояться, а понимать. И вот эта картина, она как раз еще раз подчеркнула тот момент. Она стала в России очень популярной, но она не как картина к нам пришла. Эту картину вы можете встретить в различных русских церквах. В данном случае вот это делом как раз то, что мы с вами видим. Это из Ильинской церкви, из города Мичуринска. Там церковь нарисована, изображена на стене. Она существует в России как в местной, где-то около десяти таких вот произведений. Они немножечко разные, немножечко там с разными искажениями. Квартиры, картины можно увидеть вытянутые, можно увидеть квадратные, можно на потолке, можно на стене. Но тем не менее тема была очень актуальна для русского человека. Что русское человечество – это новый этап в своем развитии. Что люди не могут развиваться, если они не будут духовно расти. И что народу нельзя держать в страхе. Потому что всякое появление страха – это наше недоверие Господом. А для того, чтобы доверять друг другу не манка, а для того, кому мы доверяем. И вот его сын, и вот когда Николай Перек вернулся во дворец, в земли дворец, то он буквально праздновал только два дня. И он умер от этих своих переживаний. Он умер от того страха, который его охватил в коттедже. Царь, который все время в своем управлении держал страну в страхе, сам умер от страха. Поэтому мы сами должны быть готовы, что всякое появление страха – это всегда есть следствие нашего недоверия Господу. Господом. Аминь. Известный немецкий композитор, Иоганн Себастьян Павлов, покорялся на их слушателей виртуозной игрой на органе. И вот, однажды, один из его слушателей сказал ему, «Вы так легко и непринужденно играете на музыкальном инструменте? Наверное, хочется играть на органе – это очень простое дело». Тогда Иоганн Себастьян Павлов ответил ему, «Да, конечно, играть на музыкальном инструменте это очень легко. Все же для этого требуется – это нажимать вовремя нужную клавишу в нужное время». Конечно же, в своих руках звучала иония. Ведь любой хороший музыкант скажет, что отличные исполнения даже на самом простом инструменте требуют кропотливой и целенаправленной работы. И если исполнение на музыкальном инструменте так сложно, то насколько сложнее устройство самого человека и всех функций его организма. Ведь подобно хорошо сыгранному протестру нужное время он производит нужные имущества с удивительной синхронностью. Наличие разумного дизонина непременно подразумевает наличие разумного дизайна. И само наше существование самым красноречимым образом говорит о том, что у нас есть небесный дизайн. Иоганн Сегастиан Пах. Первый том ХРТК «Прилидия до мажор» исполняет Арина Тимофеева. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аплодисменты 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 И наши следы уверяем всегда. И ущи без сомнения, и в славах неверия, Божья мой, ты меня убегал. И ущи без сомнения, и в славах неверия, Божья мой, ты меня не покидал. Умок и бочи, далеко и свет не пускай, И в плечи, в плечи, в плечи, в плечи, в плечи, в плечи. И ущи без сомнения, и в плечи, в плечи, в плечи, в плечи. И ущи без сомнения, и в плечи, в плечи, в плечи. И ущи без сомнения, и в плечи, в плечи, в плечи. И ущи без сомнения, и в плечи, в плечи. И ущи без сомнения, и в плечи. И ущи без сомнения, и в плечи. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 «Кто же этот незнакомец?» Спрашивала себя женщина, пытаясь сквозь слезы разбудить его лицо. Может быть, это какой-то дальний родственник. «А может быть, друг, другу ее только что умершего сына?» И тот вдруг он сказал совершенно неожиданно, «Не плачь!» И, наглонившись в голове умершего, он неожиданно сказал, «Юноша, тебе, говорю, встань!» И онемевшая публика с расширенными глазами следила, как умерший сел, и голосом, полным жизнью и энергией попросил, чтобы ему помогли издавиться от погремальных одежды. Эта история записана в «Ямангеле Атмати» и является прекрасным напоминанием о том, что однажды Христос перейдет на облаках и воскресил Свой народ подобным образом, как Он сделал это тогда, возвратив той женщине, умершего сына. Однажды утром авторская песня исполняет Елена Жанковская. Субтитры создавал DimaTorzok «Ямангеле Атмати» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дмитрий Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok her 소вера Мне сразу два мегараFaser дают Чтобы, наверное, лучше я доносил информацию для Вас Конечно, Вы сами поговорили немножко о французской романтике Французы уже показывают иностранные состояния в жизни людей Поэтому романтизм для них было очень характерен И он очень долго Cannево 战ся И французы не могут просто так выразить это всё на картине. Они хотят показать свой романтизм и в реальной жизни. Потому что, когда произошло безочарование во Французской революции, действительно, увлечение Французской революции явилось результатом увлечения людей разумом. А разум без духовности оказывается разная жестовость. И вот отсюда как раз и возникло ужасное зачарование. А что дальше? Вот это состояние безосходности мы видели у художника Джоли Менье. А дальше жизнь всё равно продолжалась. И, естественно, французы, они нашли выход из своей ситуации. Прежде всего, они должны были внешне показать ему миру, что то, что они делали при помощи разума, всё это перестало служить на человека. И французы переоделись. Мужчины, например, стали носить только чёрные костюмы. Женщины переоделись в чёрные платья. В знак татального и зачарования. И вот романтизм, он до сих пор в моде. Когда у нас какое-то торжественное событие, мы всегда одеваем чёрные костюмы, а дамы предпочитают какие-то чёрные платья. Это всегда будет очень торжественно. Потому что романтизм – это не просто факт, который произошёл в истории Франции, но это и духовное состояние людей. Мы должны чувствовать возвышенность вот этих духовных постижений, которые открываются на крайней жизненной ситуации. А вот русские художники, они не показывают крайней ситуации. Русские художники – натура более широкая. Русский художник хочет показать процесс исторический. Его важно показать почему, что происходит. Рисовать уже, представляете, звучит очень многие. А вот рассуждать в живописи – это давалось не каждому. Потому что каждая картина – это окно в духовный мир. И художник как бы хочет научить человека не только видеть, но и понимать вещи. И вот мы зайдем в квартиру, видите, Пётр Первый здесь, на берегах, у них картина немножечко такая. Одна здесь чёрная, так самая. У нас были живописцы, которые любили очень историческую тему. Это субсурика. Вы можете увидеть новые картины. Но художники, которые, например, увлекались портретами, они тоже хотели посоздать портреты Коти. Они тоже хотели. Почему именно так происходит? Потому что Валентина Серёга, например, очень интересовала тема. А почему государство у нас великое в то время, как человек великий? Разве такое может быть? И вот ответ на этой картине, он как раз мы можем увидеть здесь. Валентина Серёга приглядит. Потому что всегда великий мастер, он не только задаёт вопрос, но и он на зрителя подходит какому-то пониманию. И когда мы в Евангелии смотрим с вами на картине, так мы видим решительный шаг Петра, который только что вернулся из-за границы. И он понял, что оказывается мир устроен совершенно иначе, что люди живут в России. Что даже простые люди вполне могут жить достойно. Для того, чтобы жить достойно, не так много на самом деле надо человеку. Именно благополучие определяет силы государства. А Пётр, когда приехал, считал, что силы государства и его пушки. А его там вместе не искусило государство. Не в вооружении, не в пушках, а благополучие гражданам. И вот Пётр решил, что теперь действительно он поменяет жизнь русского человека своими указами. И приехал в Москву, он издаёт один указ за другим. Но Москва, она как раз появилась в то время, когда происходило разложение Татара Золотой Орлы. И русские цари, они не видели европейского способа управления. Они учились управлять русским народом так, как управляли татарские ханы. А не татарские ханы были победителями. И они не считались волей человеком. И поэтому действовало принуждение. Поэтому изначально русское государство, оно стало складываться как антинародное. Единственный принцип увдомления человека, как нынешний цитат. И вот Петра заинтересовало. А как Голландия стала Голландией? Маленькая Голландия только она оказалась на вершине мира. Так как сейчас Америка, например. Почему именно Маленькая Голландия задает тон абсолютно всех, даже англичане, покупает корабли у голландцев. Вот те корабли, которые разгромили испанскую арману, английские корабли, они были построены в Голландии. И Петр поэтому говорит Голландию учиться переданным методом. Но он хочет понять в жизни людей, как люди совершенно организовали свою жизнь по-другому. А Голландия – это патистанская страна. И там камень над каждым человеком требовала личного развития. Впервые в Голландии появились общественные государственные школы, которые государство содержало, чтобы дети и взрослые могли учиться. Для чего учиться? А для того, чтобы каждый человек мог оставить Библию, читать Библию. Это было главным образом изначально. А Петр никак не мог понять, куда дети бегут в тайну. Так, оказывается, они идут в школу учиться сам. И он не мог понять, зачем, когда России даже императрица не могла расписаться. Эту премудрость ей так и не дала Тянадара, когда Екатерина I после смерти осталась, она так и не могла написать свое имя на документах, могла, правда, свой память отстать, в том месте на положенном. И то было хорошо. А тут, понимаете, тут целая школа. Так в чем же дело? Как страну, Россию сделать европейским государством? Все эти реформы в Москве, они подавлялись русскими традициями. А носителями русских традиций была в то время Холославная Церковь. Церковь, она постоянно контролировала, что, не дай Бог, что-нибудь пагубное к нам не пришло из-за границы. Так что заграница рассматривалась как раздельный мир. И вот эта концепция за границей, что мы в окружении чуть ли не врагов находимся, она была постоянно. Почему? Потому что иначе война раздвижалась. В России, по-своему праву, там людей в Европе не было. Люди уже жили свободно. Был свободный труд, а здесь все еще действовало придуждение в России. И поэтому вот эта концепция, она очень долго сохранялась. И, естественно, все новое, все передовое, что было в Москве, оно подобряло все человеческое и отстало все. Вот. Если он будет не играть, там поднаприровали в Москве. Его снижительно, рассмотрел ему и отстал его, и Петр не стал что-то делать, потому что там оставали. И поэтому он решил, ему подсказал альфхорб, что нужно найти какое место, где будет связь с Европой, тем более он знал, что петр через море, что на берегах у Невы, на берегу Финского залева можно там в эти краях оставать где-то новую столицу. А как ее оставать, когда это место занято шведским alright? А когда Пётр понял ценность этого места, что это самый кратчайший западный урок, тогда он, естественно, сюда на берега небе пришел, здесь основал лодку столетий, и мы здесь начались все самые новые веяния. Россия совершенно садится. Она вступила в новый путь своего развития. Она становится совершенно другим государством. В Москве наше государство называлось... Вы помните, как оно называлось? Говорили, царь какой? Московский и в сервисе, то есть наша страна называлась Московия. А вот здесь, там, где сейчас находится Троицкий мост, на Троицкой площади, там, на этом месте впервые Россию назвали Россией, наше государство. Видите, так же? Там уже впервые был поднятый флаг. Потому что в России не было флага. А зачем? Не могли понять, ничего. Но когда наши корабли стали флагом, то, естественно, нужно было как-то признавать их, что это русские корабли. А как сделать этот флаг, никто не знал. Но вот это дело поступили проще. Всяли голландские, перевернули его другую сторону, и получился этот русский царь, который вот у нас сейчас везде поднятый флаг. Так что он очень любил. Который быстро решал все свои дела. Видите, как там был решительный поход. Русский народ за ним не успевает, не поспевает. Потому что люди еще живут, живут прежними представлениями. И поэтому эта картина не просто показывает, но она и рассказывает о том, что происходит в русской жизни. И как русское государство, нищее, понимаете, отсталое, и вдруг оно осталось и держало. И эта мысль была очень важна. И дело не только в технике. И дело не только в тех ученых, которые приглашают постоянно в Россию. Но теперь все бельможи, все знанные люди живут в Петербурге не в теремах, а живут в каменных зданиях. Живут во дворцах. Потому что Петр велел всех каменщиков, которые находятся по Руси, чтобы позвать Петербург, запретил строительство каменных зданий, где бы то ни было, помимо Петербурга. И указ Петра – это так мило только Анна Вольдовна. А так все камешники жили здесь. Естественно, эти здания, эти творцы, эти каменные сооружения нужно было украшать. И за границей начинать выписывать красивую мебель, шпалеры, ковры, выписывать скульптуры, устры, картины. И с этими картинами как раз приходят религиозные понятия на русском. Потому что много картин попадает с религийскими сюжетами. И русские люди удивились, когда увидели картину. Самое первое, которое к нам пришло, это картины Ревннетта, которую Петр привез. Это Прощание Давидовского и Анафада. Всех очень заинтересовались сюжеты. И естественно, картины, которые висели в домах и в море, Фёдор Гелев обязательно устраивает ассамбеи. То есть люди должны были периодически то одного-того другого встречаться. И там они рассматривали эти картины. И картины в то время называли «Интеллектуальной забавой». А что мы видим? Люди начинают спориться. Картина говорит «Амур и Психея». Если это интересно, ты из какой главы Библии? Начинают люди рассуждать. И, естественно, было много картин на античные темы. И поэтому у людей была страшно большая путаница. У нас в России это путаниц очень долго. Например, если статуи Зевса попадались, то они попадали эти статуи в русские храмы. И их воспринимали за Моисеем. И им тоже молились. Так что такая вещь. Ведь это новое поступление в Армитарх 2 года было сделано, что-то, которое тоже когда-то за 200 лет состояло в церкви. А на самом деле это античная статуя, которая изображает сердце. И итальянский посол эту статую в свое время подарил Екатерине Первой. И потом, когда Екатерина умерла, то Менщик ее к себе прихватил. И вот эта статуя, эта поисея, она осталась, затащили ее в церковь. И там ей ставились свечи. И люди считали, что действительно они вернутся Богу таким образом. А потом, когда коммунисты пришли к власти, они все выбрасывали из церквей. И эта статуя тоже оказалась в своем огороде. И вот ее недавно нашли, и вот и принесли их там. Это одно, только поступление в Армитарх 2 года. Вам рассказал, как экскурс такое было. Так что в это время именно культура является источником постижения людей истины. Через картины именно. Люди начинают проявлять интерес к библейских понятиям. И поэтому библейские понятия, ветхозаметные истории, все это переходит в Россию не как игру, а как картина. Поэтому культура, она имеет колоссальное значение в русской жизни. И вот здесь как раз Петр, он человек был решительный. И естественно, он использовал методы какие-то правильные. Это палка, это символ принуждения. Вот здесь на картине вы можете увидеть таких две палки. Вот, вы можете увидеть вот эту палку, которая у меня Петра, и там вы можете увидеть шпиль Петропавловского сабора. Это символ духовности. Символ духовное понятие. Поэтому в русской учебнике всегда есть две возможности. Либо идти по учебнику и пройти для того, чтобы как-то развиваться, подвигаться, заставлять людей работать или что-то делать. Либо развиваться духовно. Почему? Потому что по мере того, как люди в России усваивали христианские ценности, они становились европейцами. Россия становилась европейцами держатами. И вот без сих пор все эти люди, все эти страны, там, где институт усваивается, они подвигаются вперед. И вот картины как раз показывают, как Россия нищая, забитая, отсталая, в конце концов, становится мирными державами. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Пустынный столистрый остров в Итейском море, называемый Падрес, он был превращен римскими властями в место сын преступников. Именно сюда был заключен апостол Иоанн. Духовные начальники народа из зависти к ним возбудили римские власти. И так Иоанн оказался на этом острове. Однако даже здесь чувство внутреннего мира не покидало апостол. Ведь сам Христос явился ему со словами «Не бойся, я весь тот, кто дает воскресенье и жизнь». И следующее произведение, которое вы услышите, называется «Звездный час». Композит на руку «Боис Закис». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 И единственная, единственная, Светлого рода, Светлого статус, И единственная, Светлого рода, 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 Светлого рода Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать на наш канал!